Продолжение следует... Спасибо и стать спонсором. Мы благодарны за любую помощь. Ну а сейчас я с превеликим удовольствием представляю нашего друга Гарри Юрия Табаха, капитана первого ранга ВМС США в отставке, в прошлом командира антитеррористического центра НАТО в Турции, начальника штаба специальной военной миссии НАТО в Москве. Юрий, здравствуйте, рад вас видеть на нашем канале. Шалом, шалом Израиль, шалом Александр. Ну, я открываю страшную тайну, что вы сегодня первый день прибыли в Киеве, да, прибыли на гостеприимную землю Украины после длительного перерыва, ну длительного, сколько у вас, месяц не было, два? Да, два месяца. Ну, поэтому я прежде всего начну, прежде чем перейти к тому, что у меня запланировано, я бы хотел спросить, какова ваша цель, с чем вы приехали, что привезли и для чего? Моя цель продвигать идеологию Трампа и больше ничего, кроме этого, так как, шучу, конечно, это совершенно не моя цель, просто я знаю, что будет вопрос про Трампа, я всегда говорю, задавайте его мне в начале программы или в середине, потому что все оставляют две минуты до конца, вбрасывают дезинформацию про него. Я не говорю, что это вы делаете, вы как раз не делаете. Да, я вам ответил на этот упрек, я сказал, что с вами начать с Трампа, так мы никогда не закончим. Не, не, почему, мы кончим, рано или поздно кончим, это все кончают рано или поздно, но, кстати, я спросил у Михаила Ющевича Веллера, почему он всегда говорит, кончил, а не закончил, он сказал, никакой разницы в этом нет, по-русски. Ну, ему виднеет, не спорим с живым классиком. В этом с ним спорить, вообще с ним спорить я не рекомендую, вот, и, а потом заканчивается время, у нас закончилось время, и все, мне не дают ответить, поэтому я сразу говорю, вы как раз это не делаете, но эти Соровские все это, они делают, это понятно, что этот трюк уже старый. Вернемся к цели вашего визита на Ридну Неньку. Так вот, я говорю, цель моя, чтобы приходить в студию, не давать им кончать. Нет, у меня цель всегда одна и та же, это как раз не говорить о Трампе, не продвигать какую-то политику российскую или украинскую, но так получилось, что вот я попал в такую ситуацию. Моя цель всегда одна и та же, привести какую-то гуманитарную помощь, или я не люблю помощь говорить, потому что это не помощь, но какие-то вещи привести необходимые, то, что мы можем это сделать с нашими мизерными силами, такой мини-ленд-лиз. Майор, не скромничайте, насчет мизерных сил, да, не надо. И постараться как можно больше забрать раненых ребят на реабилитацию. Сейчас у меня проект с очень тяжело раненым, но прекрасной души десантником. У меня в описании помощь ему, чтобы собрать достаточно, это идут не ко мне деньги, это идут напрямую ему и его семье, чтобы забрать его в Соединенные Штаты Америки на реабилитацию. Он сам ехать не может, ему нужно, чтобы с ним поехал кто-то из его родственников, потому что он не может делать базовые вещи, которых мы не можем делать сами у него, потому что у него нет одной ноги и одной руки, причем на разных сторонах, это очень-очень высокие ампутации. И он прекрасной души парень, не сдается, боевой такой, у меня часто ролики про него выходят. Кстати, я хочу пообратиться к нашим зрителям, подписывайтесь на канал Юрия Табаха в Ютубе, там очень интересная информация и всегда самая-самая свежая. Спасибо. И так же у него ранение в глаза. Слава Богу, сейчас один глаз вроде у него видит, и он сможет, его можно будет транспортировать. Ну, таких ребят... То есть это же, извините, что я такой пошлый вопрос задаю, но это же, насколько я знаю, лечение в Соединенных Штатах, я уж не говорю про транспортировку, это, ну, как говорил Аркадий Сакчирайкин, шумасшедшие деньги. Нет, деньги шумасшедшие, конечно, они не по силу никому, но в основном, то есть это волонтеры все делают, включая врачей. Есть такая прекрасная врачка, которая получила, из которой я это все начал, включился в это, она получила человек года в Украине, прямо перед войной, ее зовут Гзеня Чарняк, доктор Гзеня Чарняк, прекрасный бывший английский человек. Она, кстати, я с ней вышел тоже, потому что она спасла жизнь моей сестре, и вот она организует, она работает день и ночь, она уже не может быть. То есть она живет в Соединенных Штатах? Да, да, она американка, по-моему, она родилась в Америке, она у украинского происшествия, украинских корней. Вот она дружила с я, с Марко Бандера, с племянником Степана Бандера, тоже был прекрасной души человек, очень поддерживаю. Я просто представляю, какой сейчас будет выброс энергии, как она дружила с племянником Бандера и не убила его, не задушила его, нет? Но если бы вы знали этого человека, я думал, ни у кого рука не поднялась, потому что он был прекрасной душей человек, умер очень рано в прошлом году. У меня есть интервью с ним, я единственный, который имел с ним интервью, как вы понимаете, его семья не давала интервью, потому что было очень много негатива. Но вот он объясняет, почему Израиль, Украина должны быть вместе, почему идеологии одинаковые. Он не говорит, что он был совсем согласен, даже его отец совсем согласен с его дядей Степаном Бандерой. Ну, если перенести себя в те времена и во всем этом, и он интересный, это рассказывает на английском, он русского не знает. И его украинский, такой настоящий украинский, например, я ничего понять не могу, ни одного слова, когда он говорит, как и к Зене. Ну, доктор Гзене Чене говорит по-русски, потому что у него большая клиентура русскоязычная была, включая мою сестру. Дай бог ей много лет жизни. Ну, и вообще, она красивая женщина, очень... Так, но мы сейчас не об этом. Ну, она, я имею в виду, красивая как человек. Я понимаю. Она уже в возрасте, в таком совсем не молодом, можно сказать, но работает день и ночь. И вот так вот мы попали, и первого раненого я привез с ней. Тоже есть видео про это или фотографии, я сейчас уже точно не помню. Тоже очень интересная история с ним была, но не важно. Он как раз... Я не знал этого. Он был киборгом, ранен, здоровый такой парень, такой хлопец, такой харный такой. И все такое, вот смотришь на него и думаешь, вот на молоке вырастили, на молоке из сала. Ну, и на самогонке, наверное, все-таки, на горелке. Он все раненые, контуженные не пьют, он не пьет. Он такой, значит, такой здоровый парень. У меня есть фотки, его зовут Валера. Как-то я ему звонил, он всегда отвечает, когда я звоню, или моментально перезваниваю. Вот я ему звонил, и года три, наверное, прошло, сколько я его уже знал. И он, я говорю, ты чего не отвечал на следующий день? Он говорит, ты пейсов же. Я говорю, вот ты со своим харей, я говорю, какое отношение к пейсову имеешь? Он говорит, а я еврей, я вообще-то жил в Израиле. Я в 2014 году началась война, я вернулся на войну. И, кстати, никогда ты так не знаешь, кто есть права. То есть он самый настоящий же Дебандеровец, да? Ну, вот, наверное, он крутой парень. Он такой крутой парень. Юрий, ну я осмелюсь перенестись все-таки в наши, к вопросам Украины. Мы все-таки вернемся чуть позже. Я бы хотел поговорить о том, что происходит в Израиле. Вы наверняка видели, читали и слышали о сложнейшей операции израильского спецназа по освобождению четверых заложников. Это трое мужчин и девушка, которые содержались в соседних помещениях, в центре населенного пункта, там возле рынка, жутко населенное место. И вот была проведена операция, которая чуть не сорвалась в самый последний момент, то есть когда уже вывозили вот этих самых похищенных, и машина сломалась, и там чуть-чуть все не погибли. Но все кончилось хорошо, если не считать командира этого спецотряда, который был тяжело ранен и в конце концов скончался. Ваша точка зрения, вы, в общем-то, это ваша специальность, вы командовали антитеррористическим центром НАТО, освобождение заложников, это ваша, так сказать, ваша стезя. Что вы можете сказать об этой операции, ну и потом как бы о реакции на Западе? Ну все, что я могу сказать, что это приравнивается, наверное, к Энтебе, причем с ФОС очень много. Когда вы говорите, операция чуть не сорвалась, любая спецоперация такого рода, она чуть не сорвается. Всегда. Но если она чуть, то чуть не считается. И поэтому там очень много импровизации надо делать, надо реакцию иметь, принимать решение моментально. Это все явно они отрабатывали это долго. То есть я могу сказать, что наверняка были построены эти два здания. Они их штурмовали день и ночь, не знали, где есть кто. Как и наши морские котики, шестой отряд, когда саму Бен Ладна, они вошли в его жилище. Тоже убили его одну жену, по-моему, или сколько-то там, всех гражданских они там перебили. Потому что это было, ну и сам Бен Ладн гражданский, он никакой формы не носил, никаких знаков, в отличие на нем не было. Так что это блестяще проведена операция. И, к сожалению, да, погиб командир, как и в Антебе, Йонатан Натаньяху погиб, тоже командир, который командовал этой операцией. Да, старший брат нынешнего премьер-министра, Бен Ладн гражданский. Его памятник стоит, кстати, в моей синагоге в Америке. Для него памятник, как и Юрая Килл-Ивик, который я имел отношение к первому Камадору, Юрея, который отменил телесные побоища на флоте у нас. Очень известный адмирал такой. Шесть раз был под трибуналом, два раза в дуэлях. Все из антисемитизма. И, да, в конце концов его выгнали из флота, тоже из антисемитизма. Но он уже тогда был состоятельный человек, потому что пиратов, когда пиратов ловили, они брали. Он инвестировал эти деньги в такой небольшой полуостров, сейчас называется это Манхэттен. Потом Линкольн его призвал, призвал его обратно во флот во время гражданской войны. Сказал, что у него больше всего опыта с трибуналом, поэтому он будет командовать трибуналом. И он поставил памятник. Тоже у меня есть несколько программ про него. Так что эта операция, конечно, была проведена гениально и профессионально. То есть, если было у нас огромное разочарование в Цехале, в спецслужбах украинских, украинских, израильских, я уже по Фрейду говорю. То есть, сегодня это звезда израильского спецназа. Кстати, там участвовали не только Цехал, там только армия. Да, спецназ, вот как раз погибший капитан, он капитан спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом Ямали. Юрий, ну вот, тем не менее, вы смотрите, я не случайно, вот вы вспомнили про операции вооруженных сил Соединенных Штатов. Пошли уже голоса, как это так, там столько погибших. Самое интересное, что все повелись на ту информацию, которую закидывает Хамас. Они сначала сказали 150, потом 200, потом 400. Там уже сейчас, по-моему, к тысячам подходят. И все, абсолютно все, там нет ни одного комбатанта. Там все мирные люди и дети. Слушайте, какая разница? Я вам так скажу. Верить, вот, братцы-украинцы, там, россияне, американцы, вы верите Путину или Министерству иностранных дел Лаврова? Чего вы верите Хамасу или Министерству здравоохранения там? Там есть какой-нибудь независимый, кто это мог бы подтвердить? Ну вот здесь они верят, а тут они не верят. Это, во-первых, глупость. Во-вторых, я вам так скажу, там погиб один человек. Один человек погиб там. Это командир спецназа. Все остальные, кто там погибли, это не люди. И считать их за людей нельзя. Это террористы. Каждый из них. Они начинают им приклеивать... Он был журналистом Алджазиры. Не был он журналистом Алджазиры. Журналисты любой газеты, если журналист, не держат у себя в доме с заложниками. Во-вторых, он был доктор. Доктор в этом юнофе... Как он называется? Фапор, да. Фапор, да. Не был он доктором. И Фапор это не объединенная нация. Это террористические организации. Если бы ваш ребенок была эта девочка, и ее держали в заложниках, как бы вы думаете, вы были готовы убить всех в этом доме, кто ее держит в заложниках, или вы их предупредили. Надо было предупредить. Вы же идиоты. Так это же пробило дно на BBC, девушка. На BBC, да. Которая спросила израильского представителя, скажите, а почему израильская армия не предупредила? А если бы это дура была заложницей, и, может быть, она еще и будет, то знает, у них там в Великобритании черт знает, что творится. Она бы хотела, чтобы мы ее предупредили. Или ее ребенок там сидел. Что за чушь? Там погиб один человек. Это был командир спецназа. Все остальные нелюди, террористы, которые должны были быть, они были не убиты, они были уничтожены. Уничтожены. Их даже хранить не надо нигде. Это бред собачий, когда об этом говорят. Поставьте себя на это. Ну, из точки зрения безнародного права. Люди лучшие, лучшие из лучших. Рисковали своей жизнью. Могли погибнуть все. Из-за четырех, из-за троих, из-за одного. И четыре освободили, а один погиб. То есть вот такая цена была за платье. А могла быть намного выше. Поэтому не надо им сейчас приписывать, что они были мирные, что это были гражданские. Там не было гражданских. Не надо. Не хотите, чтобы вас убили? Чтобы вас израильская военщина не убила? Не держите их заложников у себя дома. Как насчет этого? И вы останетесь. Все говорят, что Израиль должен прекратить войну. Так отдайте заложников, и война прекратится. Мы знаем одного президента, который сказал, что они должны остановиться. Вот если бы вы остановились лучше в этот же день, то эти бы четыре заложника были бы не освобождены. Это не только четыре заложника. Это вы опять говорите про президента великой державы, в которой вы сейчас имеете удовольствие находиться. Про президента Зеленского, да? Я говорю, что это да. Потому что я сейчас нахожусь в очень некомфортной ситуации из-за этого. Ну, можно сказать, в очень плохой ситуации. Лично я и мое окружение, которое помогает, с которыми мы работаем. Мы оказались в ужасной ситуации из-за этого, честно вам скажу. И поэтому говорить, что надо остановиться или еще что-то, не слушать. И уже там в ООН, они объясняют, уже страны многие начали протестовать это, обвинять Израиль в том, что они не освободились ждать своих заложников. Это заложники. А зачем заложников взяли? Имейте в виду с террористами там. Зачем эти заложники? Это не Израиль виноват, что я уверен, что там погибли гражданское население. Это невозможно делать без потерь. Сколько гражданского населения погибло в Дрездене, когда мы его бомбили? Сколько гражданского населения погибло в Сарьево? Сколько гражданского населения погибло в Нагасаке и Хирошиме? Сколько там гражданского населения погибло? Никогда не убедали. Сколько гражданского населения погибло в Друзии? Сколько чеченцев гражданских погибло? Сколько украинцев гражданских погибает? Нет. На Израиле сосредоточились. Попробуйте сами пойти и быть в такой ситуации. Бред собачий, кроме как антисемитизмом это не назовешь, и это показывает существо, что это все было, притворялись все эти страны, что они за демократию, что они за независимость, что они за свободу людей, что люди имеют право на существование в своем государстве, что подобное. Вот сейчас появилось это истинно, и даже те люди, которые, казалось бы, союзники, или, казалось бы, на твоей стороне, вот мы видим сейчас, что есть что. И израильтяне в очередной раз поняли, что никто им не поможет, никто не придет их спасать. Не придут. И я надеюсь, что украинцы... Мы особо не рассчитываем, главное, чтобы не мешали. Было несколько жестких уроков для евреев, для израильтян. Я надеюсь, что украинцы тоже понимают, что никто вас спасать не придет, никто. Будут единицы людей, которые там сочувствуют, еще что-то, но у всех свои проблемы, и вообще надо занимать безопасную. Сейчас много арабов, много исламистов в Европе, в Америке сейчас с открытыми границами очень много пришло, там и террористов, и все. Начнем в Вякове, по нам, может, туда промолчим, может, как-нибудь пройдет. Но вы помните, католический или протестанский был он священник, который сказал, когда нацисты пришли за коммунистами, я ничего не сказал, я был не коммунист. Когда они пришли за евреями и цыганами, я ничего не сказал, я не цыган и не еврей. Когда они пришли за оппозицией, я ничего не сказал, потому что я не оппозиция. Когда они пришли за мной, уже некому было что говорить, больше никого не осталось. Поэтому так устроен мир, так устроен он. То, что израильтяне показывают, что эти туннели были в Египет, коррумпированные все это, и он это знал и не говорил, подставил Израиль. 80 туннелей. Это из тех, что нашли, а сколько еще не нашли? Это же метро, это прорытое метро. Что там мешки с ООН, с цементом, миллиарды долларов, что это все под школами, под больницами, что они прячутся в мечетях, в домах гражданских людей, врачей, так называемых, журналистов. Знаете еще, кто был журналистом, повесили. Саудовцы его грохнули в Турции, у себя в посольстве забыл. Они его не повесили, они его растворили. Да, я говорил, грохнули его. А еще у нас, вот он был журналист, он был террорист. Еще был такой доктор Менгеле, тоже врач. Давайте вот их тоже будем сверять с этим. Поэтому я даже слышать это не хочу, что там гражданские погибли, что там люди погибли. Там погиб один человек, из людей один человек. Сейчас не будут осуждать, как ты так можешь говорить, что это не люди, не люди, не люди. Так и немцы были не люди. Вы что думаете, там все были эсэсовцы, все были за Гитлера? Большинство – да. И если они были неактивные, то пассивные. И тут то же самое – за Хамас. Во многих странах Хамас до сих пор не признается террористической организацией. Ну, в частности, в России он не является террористической организацией. В свое время я задавал этот вопрос послу России в Израиле, господину Викторову. И он, значит, покрутившись, сказал, что, ну, вы понимаете, ведь по нашим законам они не совершали преступления на территории Российской Федерации, и поэтому они не являются террористической организацией. Очень красиво ответил. Нет, правильно. Поэтому все те, которые не совершают террористические преступления на территории Соединенных Штатов Америки, но совершают их на территории России, то мы тоже не будем считать террористами. Как вы думаете, почему все-таки Зеленский произнес то, что произнес? Я напоминаю нашим уважаемым зрителям, что выступая, Зеленский заявил, что они признают, Украина признает и палестинское государство, но это не его заслуга, как бы это еще при кучме признали. Но он считает, что, значит, Израиль должен остановиться немедленно, потому что страдают мирные глаза. И он сказал такую интересную фразу, что я приложу все усилия для того, чтобы остановить. Мне очень интересно, какие усилия он планирует, так сказать, применить. Ответы на этот вопрос никто не может получить. Он также сказал, что он будет дать гуманитарную помощь в Палестину. Не знаю, или там нужна гуманитарная помощь. Нет, но он будет дать. Секундочку, то есть это вот из той помощи, которую вы привозите, вы условно привозите из Соединенных Штатов, а это будет помощь перемещаться туда. Вот видите, вы делаете то же самое, потому что, да, я и такие люди, как я, мы попали в очень ужасные ситуации в наших комьюнити, потому что когда нам прикали нас, чего вы помогаете Украине, я всегда говорил, ну, во-первых, это правильно. Украина на правильной стороне истории, она на стороне света, Россия на стороне тьмы, она на правильной стороне, на праве. Когда там говорили, ну, там-то антисемитов, не меньше, чем у нас, но вы видите, что во время вот везде шли эти протесты, в Украине этих протестов за Палестину и против Израиля не было. У них своих проблем тут куча. Ну, и, во-вторых, это первая страна, которая избрала открытого еврея, который не скрывал, что он еврей. А страна антисемитская, антисемитская, ну, 72% проголосовали за открытого еврея. В антисемитских странах такого не происходит. Ну, точно. Это было... Сейчас у меня нет аргумента. У нас нет аргумента. Зачем? Почему в ООН все время идут эти голосования? Почему в Европейском суде или что? В Европейском суде ни одного голоса не дали. А, вы имеете в виду Евровидения? Да, Евровидения. Там это известно почему, потому что там буквально за несколько недель до финала начал разгоняться фейк о том, что она, это наша девушка, посещала Крым оккупированный, поэтому она поддерживает Россию. Ну, а то, что она посещала этот Крым в 10- или в 12-летнем возрасте, в составе хоров, которым она пела, это, мол, никому не забыли. В 11 лет она общала вместе с хорами. Вы в 11 лет знали вообще, где Крым? Я вообще недавно узнал, что есть крымские татары. Я все время думал, что татары – это такое монолитное. И внести ее в миротворец, во врага. Для чего это все делать? Очень сложно объяснить. Очень сложно объяснить. Вот если кто-то может это объяснить, то пожалуйста. И да, мне многие ставят в упреку, смеются. Теперь говорят, зачем ты гуманитарно помогаешь Украине? Многим, не только мне, это многим. Давайте, зачем, чтобы был посредник, у вас была эта Украина. Вы сразу Хамасу помогаете, сразу в Газе поезжаете помогать. И, конечно же, ты оказываешься в очень-очень сложном. Хуже, но это, слушайте, там большая какая-то дипломатия идет, они разберутся, Израиль и Украина разберутся там между собой. Но проблема начинается в том, когда известные люди, как Портников, как еще там другие, многие евреи, начинают придумывать отговорки. Вот это еще хуже делает. Потому что теперь ты делаешь из огромного количества людей дурака. Мы слышали, что было сказано. Это не Трамп сказал. А когда спрашиваешь, а где это он сказал? Покажите. А, это написали в Нью-Йорк Таймс, или это сказали по СНМ. Нет, покажите, где он это сказал. То, что у нас было на «Лучшее радио Израиля». А не точно «Лучшее радио Израиля». Что он там? Потому что он непрофессиональный, потому что он непрофессиональный политик. Ему можно, значит, так говорить. А я непрофессиональный врач, мне можно не тот зуб вырвать человеку. Или я непрофессиональный водитель, мне можно говорить. Что это за ответ? То, что он говорит, это от себя. Нет, президент ничего не говорит от себя. И тот же Портников критикует Трампа при любой возможности. Придумывает вранье про него с самого начала. Опять же, повторю, сосет исключительно из ссоровских каналов. Врет про Трампа. Трамп что, президент? Он что, профессиональный президент? Он вообще не президент. Вот это такие двойные стандарты. И это делает еще хуже. Потому что тут ты уже не можешь. У меня был такой пример. Как-то мы ехали по Кутузовскому проспекту, а там есть средняя линия для спецмашин. И, конечно, как всегда на Кутузовском. Ты стоишь. Он двигается 2 метра в час. И вдруг посередине пролетает черная машина, черный Мерседес. И все в этом автобусе, все военные, американцы, британцы, говорят, а что это за машина только что проехала? И вот эти офицеры, которые нас спрашивают, говорят, никакая машина не проехала. И как это мы же видели, как что проехала машина. Она прямо посередине проехала. Они говорят, нет, вы не видите, вам показалось. Вот такое любимое слово. Показалось, мне кажется. Они говорят, да нет, нам ничего не кажется. Знаете, как офицеры там сидят, начинают это говорить. Ему, слышь, ты, что кажется? Тебе кажется, что она не проехала. А мне не кажется, я видел только что. Ну, может быть, это была скорая помощь или полиция. Это была не скорая помощь или полиция, это был черный Мерседес. И вот они крутятся, и это видно, как они крутятся, вертятся. Входящий звонок, да? Да, извиняюсь. И это видно, как они крутятся, вертятся. И я встал и говорю, слушай, майор, перестань. Перестань это делать. Это неправильно. Ты долго делаешь хуже. Скажи, что это вот у нас такие чиновники, они имеют право. Потому что в Америке они не имеют право. У нас один раз президент Обама попал в пробку. Вертолет не мог лететь с аэродрома в Белый дом. И он ехал на своем антраже-лимузине. И он не мог включить и прорваться. Он ехал, как и все. И он говорит, ну вы же могли там полицию. Он говорит, какая разница, я могу работать из машины точно так же, как из своего офиса. Не надо было устраивать еще больше управки. Я не поклонник Обама. Вот это вот разница. Поэтому у нас это не... Это усугублено, это делает хуже. И вот когда выходят люди и говорят, допустим, почему для меня это создает еще проблему. Вот не продумав, говорят, какой-то отговор. Он должен был это сказать потом, потому что он ехал потом в Катар. Катар, как вы говорите, помогает договориться о освобождении украинских детей. Тогда Россия возвращает украинских детей. Ну это еще... Понимаете, а что вы говорите, что за цену еврейских детей освобождают украинских детей? Вы понимаете, что вы говорите? Как вы подставляете даже своего президента? Это то, что сказал Порт. Это то, что говорят сейчас многие в украинских... Понимаете, что вы подставляете своего президента еще хуже таким образом. И делаете из всех идиотов. Все прекрасно знают, что идут с Катаром переговоры. И у Соединенных Штатов Америки, и у Израиля, и у всех. Они сейчас центральные. Потому что они там прикрывают главу Хамаса. Он там сидит... Крышую, я бы сказал. В шестизвездочной гостинице ни в чем себе не отказывают. Конечно, поэтому не мое дело судить, что говорит президент Украины или как он говорит. Я говорю со своей... То есть, что для таких, как я, которые из Соединенных Штатов Америки, из Израиля, из других стран, пытаются какой-то мизерный вклад внести, получается, что мы вредим. И получается, что мы тоже можем попасть в какой-то черный список или еще во что-то. И это, конечно же, всегда неприятно, когда тебе пишут уже с угрозами. Большинство это тролли, конечно. Но они специально придумывают такие украинские, там, Богдан не Чапаренко или еще что-нибудь такое. И пишут по-украински, тебе там угрожают. Через Google Translate, да? Ну, все равно, это все равно неприятно. Это все равно, понимая, что какой-то процент людей на это ведутся, которые не боты и не делают. То есть, создается... В чем смысл? Каков смысл в этом? Вот этого непонятно. Каков смысл голосовать в ООН вместе с Россией, с Ираном? С вашими лютыми врагами против Америки, там, и в Великобритании, еще что-то. Вот это, ну... Да, это зачастую непонятные действия. Так это можно. Это усложняет. Усложняет много. И потом, зачем это делать? Я думаю, что президент Зеленский и его Министерство иностранных дел должно ему как-то помогать в этом. Особенно используя американские слова, не понимая точности, что они означают. Лузер в английском языке, в американском сленге не означает человек, который проиграл. А, это вы сейчас говорите про его фразу в отношении экс-президента Трампа, когда он сказал, что если Трамп придет и остановит войну, да, то он будет самым лузером-президентом Соединенных Штатов. Но пока что Байден, а Байдене же так не откликается. И вот сегодня опять оружие где? 250 миллионов долларов переводится в США. Байден. И зачем использовать это слово? Потому что это слово в английском не только означает, что ты, ну, проиграл что-то. Это означает, что ты, как вот на букву П, по-русски слово про гомосексуалистов. То есть это не только нетрадиционной ориентации. Ты, в принципе, мразь. То есть, как говорится, в плохом смысле этого слова. Плохом этого слова, да. Не в хорошем. Поэтому. И он сказал это о Трампе, который возьмет и станет потом президентом. Как он ему в глаза будет смотреть? Ну, Трамп сказал, что он не будет держать это против никого. Не против Клинтонов он это не делал, когда был президентом. И сейчас, потому что он говорит, это должно остановиться. И я остановлю. Я перестану преследовать. Я не буду никого преследовать. Если там, конечно, не грубейшие там, как сейчас судят там, Хантера Байдена, если там грубейшие нарушения. А по-политическим, говорит, я не буду. Говорит, потому что иначе это будет ужасно для нашей страны. Поэтому я и не преследовал Клинтона. Хотя мог. Потому что я считал, что это будет. И это правда. Вот эти вот импичменты и все такое. Это очень плохо для страны. Вы думаете, у вас в Израиле это очень хорошо, что все время идут митинги и раскол в обществе из-за президента. Это нехорошо. И многое это политически. Ну, конечно, хорошо. Это разрушает общество. Но поэтому, конечно же, сейчас Байд извинился перед Зеленским, что была приостановка помощи. Что очень медленно помощь недостаточно. Вдруг он решил извиниться. Оружия нет, но вы держитесь там. С каких-то пор он извиняется. Но он извинился за республиканцев. Потому что республиканцы. Опять же, ложь. Уже сколько раз это было. Но здесь все это подхватили. И у людей нету... Вот людей держат за дураков. Может быть, мы дураки. Я не знаю. Но это везде держат людей за дураков. Не только в Украине. Опять же, он повторил эту сумму. 61 миллиард долларов. Где военной помощи на данный момент для Украины 4 миллиарда. Там нету 61 миллиарда военной помощи. Все подходили. А выдает он сейчас 250 миллионов. Вот за 6 месяцев. Вот вам сложно поделить. Давайте я вам сейчас арифметику. Пятого класса. Второго класса. 61 миллиард. За 6 месяцев. Сколько миллиардов в месяц надо давать тогда? В десяточке. А он 250 миллионов. Вы что, не понимаете, где тут? Ну, я не понимаю. Из пункта А в пункт Б никак не доедете, что ли? Да. Это вы в школу не ходили вообще. В принципе. И эти люди выступают. Так, а хорошо. А почему? А куда остальные деньги деваются? Ну, опять же, это был разброс. Большинство там это 10 лет через... А сегодня через 10 лет Украина получит что-то. Там это долгожды. Потом это идет на другие программы. На сегодняшний день, то, что сейчас. Там идет на программы не военные. Большинство день. Потом там идет на программы... Я не удивлюсь, если деньги строить этот причал в Израиле, тоже вышли из этого пакета. Потому что это безопасность США. Кстати, вы починили. Юрий, можете радоваться. Пакет не называется «Помощь Украине» или «Разбить российскую армию». Пакет называется «Безопасность США». Туда много чего входит. И Андрей Николаевич Ларионов уже много раз входит. И Диаспора Юэя разбивала это все. Но это тормозится. Это не выдается. Вот выдалось опять. Он извинился за то, что, опять же, республиканцы не давали эти 61 миллиард долларов военной помощи. И выдает 250 миллионов. Но, тем не менее, Юрий, дали разрешение. То есть, американцы дали, насколько я понимаю, европейцы дали разрешение использовать свое оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации. То, чего они раньше всячески, так сказать, опасались и не давали. Вот мы видим, в последнее время были успешные атаки на аэродром, там поврежден самолет суперсовременный, на военные корабли и так далее. То есть, на ваш взгляд, что-то меняется на поле боя. Я понимаю, что вы всего сутки в Украине приехали, еще не успели впитать вот эту атмосферу. Одно дело, когда ты получаешь информацию только из средств массовой информации, а другое дело, когда ты на месте находишься, на земле. Но, тем не менее, ваше мнение. Это так не работает. Дали разрешение, не дали разрешение. А когда, например, там в этом написано, что если самолет стоит на аэродроме, его бить нельзя. Представляете, как бы израильтяне воевали вот все там три войны, если самолеты нельзя было разбивать вражеские на аэродроме. Это первое, что израильтяне делали. Они налетали на аэродром и разбивали, чтобы у них сразу решали их авиации. То есть, надо подойти его, хлопнуть, спугнуть, чтобы все самолеты взлетели, только тогда можно их выбивать? Нет, тоже нельзя. Только если они летят на вас. Вот вы понимаете, сидят ребята, молодые офицеры, молодые управляют таким ПВО. И они должны, о, летит самолет, они должны по инструкции смотреть. Он уже вас убил и улетел. Это все быстро, много конфузов, много непонятных, много фагов. Война – это не инструкция, по которой ты должен все время читать, все время делать. Это надо принимать быстрые решения. Должны принимать молодые люди, неопытные частенько решения. Иначе их убьют. И поэтому, что значит, дали, не дали? А теперь они говорят, да нет, мы никогда не запрещали. Мы никогда не запрещали. Но и сейчас мы как бы дали, но не дали. Мы как бы цензурой сами. Когда украинцы все-таки сбили ракету, которая летела на Украину, и они ее сбили над территорией России, был огромный скандал. Сказал, что вообще сейчас ничего не будет давать. Хотя тоже блефует, не может он ничего не давать. У него выборы на носу, на которые он стоять не может, он должен сесть. И поэтому это какой-то идиотизм. Можете использовать, но только 300 километров, дальше 300 километров выбить нашим оружием не может. Интересно, какое-то оружие мы дали украинцам, которые бьют за 300 километров. Я не знаю. И опять на 250 миллионов расходники, снаряды, опять то же самое. Держись, Украина, и изливайся кровью медленно. Медленно изливайся кровью. То есть, как бы пытаются держать на медленном огне вот этот варящийся котел. Не дай бог, что сделаешь посильнее, так начнет выкипать. Опять эти красные линии вечные. И тут он ударит ядерно, тут он не ударит. У него тут больше, тут он запугивает, тут он не запугивает. Тут мы с ним дружим, тут не дружим. Все это, Байден не едет на, и вот я тоже сильно ошибался. Я говорил, что Байден не едет на саммит мира, который организовывает Украина. Что это очень важно. В Плицарии, да. Я не понимаю, почему там важно, чтобы Палестина присутствовала. Вот это я не очень понимаю. Но важно, чтобы, конечно, присутствовало страны, которые имеют влияние. Но Байден не едет. Он сказал, почему? Потому что у него фандрейзер в Калифорнии. Я говорил все время, какой у него может быть фандрейзер в Калифорнии абсолютно. Она такая синяя, она аж голубая. Там другого ничего не может быть. Ему и так оттуда все деньги дают. Ему не надо там появляться, потому что когда они его увидят там, они, может быть, и не станут им давать деньги. Так хотя бы им кажется. Знаете, кажется. Поэтому туда прилетел. Я вообще думал, что Сан-Франциско, Трамп, он только сейчас был в Нью-Йорке. И там собралась огромная толпа чернокожих, латинусы. Они кричали за него, что было очень удивительно. В Бронксе. То есть это райончик еще такой. Это откуда вот эта Аказия-Кортез Александра. Это ее район. И сейчас он был в Калифорнии. И там собралось дофига людей. Он собрал там миллионы долларов. Там какое-то 200 тысяч долларов стоило ужин в этом зале, где он присутствовал. И мест не было. Все было раскуплено. 250. Я не помню, какие-то сумасшедшие суммы. Все было раскуплено. Нафига? Он там миллионы собрал денег. Ему дали. То есть в том штате и в том районе, где я не думал. Так вот, Байден едет туда, потому что он не может поэтому приехать на саммит. Ну, то есть это значит, он считает, что польза от этого саммита будет минимальная. А вообще, на ваш взгляд, какая польза от этого? Я, может быть, потому что я устал. Я несколько дней не спал. Но я, может быть, неправильно выражаюсь. Понимаете, что это просто так не делается. Вот ведь министерство, а может, хрен их знает уже от Министерства иностранных дел Украины. Я не знаю, что ожидать. Может быть, это очередная подстава президента, как с этим преступником из Галичина дивизии СС. Еще раз, они сейчас начнут писать. Все ССовцы, все подразделения СС на Нюрнбергском процессе были признаны военными преступниками. Они давали, они не дрались, как Бендера и другие за Украину. Они дали присягу Гитлеру. Они носили фашистскую форму, нацистскую. Не надо их смешивать с теми, кто правда дрался за Украину. Они дрались за Украину, за Германию. Не дрались, а убивали карателей. Поэтому и вот была подстава такая в Канаде, как будто не могли там найти. То есть это же обговорено до этого между Министерством иностранных дел. А, вы имеете эту историю, когда Зеленский, я не сразу понял, когда Зеленский приезжал, у него была встреча в парламенте в Канаде. И там оказался среди них один бывший нацистский. Да, и глава парламента после этого подал в отставку. Это не просто там закончилось огромным скандалом. Ты не можешь, я присутствовал при таком, когда президент Буш пожал руку генералу Шаманову. И наш атташе военный, который не проследил за этим, был уволен. В этот же день он улетел домой вместе с президентом Буш. Я его больше никогда не видел. Спасибо, в отставку. Нельзя такие вещи делать. И вот опять же, это же неспроста они просто взяли и назначили эту дату для этого саммита. Наверняка они это обсудили с Министерством иностранных госдепом США. Госдеп США это обсудил с Белым домом. Сказали, вот эта дата годится. То же самое с Германией, то же самое с Великобританией. То есть с ключевыми странами, которые необходимы, чтобы там были. Я уверен, что или Кабинет президента, или Министерство иностранных дел обязаны были обсудить эту дату. Эту дату они не вытащили просто так из головы. Сказали, давайте к дню рождения Сталина возьмем там Берлин. Нет, так не работает. Они это обсудили. И когда обсудили и назначили дату, Байден объявил, а я не приеду. То есть вы считаете, что это подставка, что это специально? Ну, я не знаю точности, потому что со мной никто этим не делится. Но вот в моем опыте... То есть выглядит это как подставка? В моем опыте службы в Госдепе и в посольство, это так работает. По-другому это работать не может. Президент не может просто так сказать, когда они назначили. Не, я не могу. Ну, это не день рождения, не свадьба, что-то. Вы когда назначаете день свадьбы, важной свадьбы, да? Вы этот день назначаете. Вы это обсуждаете с папой, с мамой, с родственниками, с какими-то близкими. Ну, понятно. В общем, я согласен с вами, что такие вещи просто так на бум не держатся. То есть я еще... Секундочку. Так может быть, он изначально не планировал туда ехать, а собирался послать какого-то там... Камалу Харрис там или кого-то? Ты сказал бы, а то они до сих пор не говорят, кто поедет. Обсудили бы это. Это же планирование. Это не то, что я проснулся сегодня, и я не знаю, я поеду с Васей сегодня завтракать, или мне на ланч надо будет дома остаться, потому что мне надо с Александром Горье делать программу. Мы же сегодня с вами договорились. Это так не работает в государстве. У них план на несколько месяцев вперед, если, конечно, что-то не случается. Землетрясение, война, пожары в Калифорнии. Куда-то... Кстати, я хотел вас спросить, как вы объясните... Сейчас была информация, я вот перед нашим эфиром прочитал, что проводили опрос общественного мнения, и обнаружилось падение популярности Байдена среди американских евреев. Как-то не парадоксально, американские евреи в большинстве своем голосовали за Байдена. Что вот сейчас вот падение, то есть это связано, очевидно, с его позицией относительно Израиля? Как вы думаете? Знаете, есть такая антисемитская вещь, когда люди говорят, что евреи умные. Да, это плохая шутка. Да, это неправда. Я знаю много евреев, ну, реальных идиотов. Реально, аминь. Ну, диагноз идиот. Совершенно ничего не собрали. Чувства юмора нет. А это уже показатель. Традиционно евреи – это демократы. И, видимо, что-то у нас есть такое социалистическое. Израиль тоже социалистичный. И традиционно республиканцы были настроены против Израиля, потому что он был социалистичным, потому что он пообещал Сталину. Ну, это другая история, вы знаете. А поэтому многие из них по инеркции. Моя мама, моя дедушка с бабушкой были демократы, моя мама с папой были демократы, и я демократ. Но сегодня, когда их дети не могут идти в колледж, когда петух их клюнул в туфос, когда мой сын звонит моей жене и говорит, у меня друг только что пошел бегать в парк, и шесть человек увидело на нем звезду Давида, его избили, он в госпитале. Когда Муровин говорит, что синагогу подожгли, когда они видят, что Израиль – это то, что теперь повлияло на них лично. Ну, то есть изначально Израиль, который сыграл на них, который отразился на них все это. Ну, сыграл на них все эти протесты, теперь они перепугались. Теперь они говорят, слушайте, может быть, это Байден по этому поводу ничего не говорит, а Трамп говорит. Если я буду президентом этих университетов, во-первых, сразу же сниму со всех грантов государственных, во-вторых, отменю визы всем студентам, которые принимают в этом участие, и все. Такая у нас есть мэр, как раз, по-моему, Лос-Анджелеса, Руссия или Россия, фамилия. Она пригрозила, что она будет прокуратуру на тех, кто собирает демонстрации в поддержку Израиля, даже если они против демонстрации за газу. То есть эти газы у нас часто бывают, на этой стороне они одними флагами, а на этой стороне другими. Вот, понимаете, и вот это, конечно, их напугало. А Израиль нет, многие из них до сих пор говорят, Израиль должен остановиться. Американские евреи в основном это реформистские, а религиозные евреи нет, они не так не действуют. А вот эти, которые, блин, ассимилировались, они, конечно же, остаются, они не за... Это сионистская страна, многие говорят, это пара-апартай. То есть они, опять же, сосут это все с CNN, с New York Times. Как и многие... И если им скажешь, а вы знаете, что New York Times убеждала всех, что Холокоста нет, и они этого не знают. А спрашиваю украинцев, вы знаете, что New York Times убедила весь мир, что голодомора нет. Это New York Times делает. Поэтому нет, они не из Израиля, ну, может, какие-то, но в основном нет. Ну, понятно. Потому что им стало страшно здесь. Ну, да, то есть они увидели, наконец, это на собственной шкуре, то есть поняли, что... На собственной шкуре. Поэтому они... Многие сняли, допустим, флаги американские со своих домов. Боятся люди. Американские или израильские? Американские. Ну, израильских много так не висело вообще. Украинских много висело. Сейчас меньше стало украинских. То есть люди теряют тоже, видимо, вот эту вот поддержку. Острота, да. Ну, как бы усталость проявляется своеобразная. Ну, а потому что затянулось. И никто не... Они все, где подходят, справятся. Ну, хорошо, мы дали еще миллионы, еще 600 миллионов, еще миллиарды. Еще миллиарды, да. А результат каков? На ваш взгляд, каков должен быть результат, и когда это кончится? Вот такой вопрос на маленький вопросик под занавес, да, чтобы, так сказать, расстаться красиво. Это кончится так, даже когда и у вас. Когда людям это просто надоест. И когда международные организации перестанут кормить их и быть коррупциями. Это коррупция. Это мировая коррупция. И знаете, кто это сказал? По-моему, может быть, даже Черчилль это сказал. Пока дети чиновников не воюют, это не война, это бизнес. И когда вот дети чиновников уже начнут воевать на странах. У нас-то воюют. У вас, да. Это, ну, я имею в виду, у вас, да. У Хамаса дети не воюют. Чиновников. И у Хазбулы, и у всех шахов их дети не воюют. Это не... Они не дети королевы Англии. Это и внуки, которые воевали. Вместе со своими полками. Поэтому это будет продолжаться. И это закончится только тогда, когда закончатся деньги. А деньги закончатся тогда, когда мы опустим цены на нефть. И когда обвиняют Трампа, что вот он сдаст какие-то территории. Во-первых, многие территории уже сданы. Как Израилем, так и Украиной. И там Косово. И вот сейчас у нас в Гаите идет еще одна война у нас под боком. Поэтому Трамп говорит, я опущу цены на нефть. И саудиты говорят, да, если придет Трамп, мы с ним будем работать. С Байденом не будем. Поэтому это комбинация. Это не только военная вещь, когда она закончится и каким образом она закончится. Много факторов влияет. Это целый букет вещей. Это и военные, конечно же. Это и дипломатические, и экономические. Без экономики страна воевать не может. У России прекрасная экономика. Цены на нефть шикарные. И не собираются снижаться. И администрация, Байден, ничего по этому поводу не собирается делать. То есть они продолжают ему давать миллиарды и миллиарды долларов. Поэтому, конечно, таким образом война, как и сказал Андрей Николаевич Ловенов, при таких ценах, при таком количестве населения в России, эта война может быть бесконечной. То есть пока на истощение. То есть пока Украина. Поэтому чем раньше мы опустим цены на нефть, чем раньше мы ведем настоящие санкции против России, а не вот эти санкции, которые беззубые, нету когтей, пока это не будет так. Мы у Советского Союза тоже не военным образом развалили и победили Советский Союз. А экономически его обанкротили. Включая война в Афганистане. Поэтому я могу только сказать, пока не появится реальный сильный лидер в мире, так и будет. Я даже знаю, кого вы имеете в виду. Спасибо. Спасибо большое. Это не только я имею в виду. Его имели в виду многие. Если вы посмотрите на моем канале, что говорил тогда США в Иран, что говорил сам же президент Рейган, вы увидите, что это они говорят о Транпе. Спасибо. Спасибо большое. Гарри Юрий Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке, прошлым командир антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба специальной военной миссии НАТО в Москве. Еще раз предлагаю, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Юрия в Ютубе. Там очень и очень интересно. Ну, а мы желаем вам успехов и, надеюсь, в ближайшее время поговорим с вами вновь. Всего доброго. До свидания.